Поэзия принадлежит к тем немногим областям человеческой деятельности, в которой разбираются почти все. Но, как всякое искусство, стихотворчество существует по ту сторону понятий и теорий. Поэтому каждый чувствует и понимает его по-своему. И совершенно не важно, на каком языке звучит стихотворение или песня. Важно то, как его исполняют и какие чувства в него вкладывают. Лежать и молчать, и глядеть у себя, как в Заворске. В Галина хранится, в гаражах разлитка, в солнце. Будет рака своей воды у неба нести. Устану, пойду, счастливая, страшная, без конца. И будет с души моей новое древо расти. На вечере поэзии, которая традиционно проводится в городе Надбугом уже четвертый год, выступило более 20 участников разных национальностей. Одни читали стихи, другие исполняли музыкальные произведения на идиш, белорусском, польском, украинском, азербайджанском и русском языках. Душа белых морей, цветами ся, слышны не даря, да вера в грязь нестрады в море. Чем отличается этот концерт в этом году? Есть какое-то отличие от предыдущих? От предыдущих тем есть определенное отличие в том, что сегодня мы представляем большую группу молодых поэтов. До этого они шли, так сказать, в составе своих национальных культур по одному, по два. Я знаю, что будут выступать семь молодых поэтов. С авторскими? Да, с авторскими. Это все молодые поэты брестские. Все они являются лауреатами различных международных поэтических конкурсов. Приятно, что я выступаю среди разных стран. Я уже не первый раз, а уже много раз выступал. Но я буду в этот раз петь азербайджанскую песню имени Ашу Холмуша. Я влюбился. Вы действительно влюблены? Это песня так названия. Это не только девушку любит, а родных, родину. Просто влюбился. Город над Богом славится своими талантами. Поэтический венок Брещена – это всего лишь одно из немногих мероприятий, где поэты декламируют свои стихи. Но ведь наверняка на каждой улице нашего города обязательно найдется тот, кто действительно хорошо пишет. Многие стихотворцы читают произведения в узком кругу знакомых и близких. Многие участвуют в поэтических конкурсах. Но есть и такие поэты, которые свои творения хранят в черновиках и не знакомят с ними абсолютно никого. И их можно понять. Ведь стихотворение – это изнанка души, показать которую решится не каждый. Творчество для меня – это, наверное, одно из самых важных. Так, стихи я начал писать еще в школе. Даже пробовался писать музыку. И вот в итоге сегодня буду исполнять песню под свою музыку и под свои стихи. Что это за песня? Песня называется «Может быть». Это такой собирательный образ. Многие спрашивают, неужели это была такая несчастная любовь? Я говорю, нет, что это не была не несчастная любовь. Это мои чувства, представления. Мне очень приятно присутствовать на этом празднике. Здесь очень много хороших эмоций, очень много стихов. Мне приятно, что у нас вообще в Бресте проводятся такие мероприятия, посвященные именно поэзии. Каждому в этом мире отведена своя роль. Как ее исполнять, решает сам человек. Главное – вовремя распознать предназначения и работать над собой. Ведь талант, как известно, это 10% одаренности и 90% трудолюбия. Редактор субтитров А.Семкин